Восстановление репутации расширенной вселенной DC продолжается с помощью Хищных птиц. Фильм был показан критиком, и ранние отзывы уже появились в социальных сетях. Было написано много похвал фильму с Марго Робби в главной роли, и вот что говорят критики. К Харли в её стремлении причинить боль черной маски в исполнении Йоэна Макгрегора присоединяется пара крутых антигероев – Полицейский Готэм-Сити и Оборванец. Джерни Смоллетт играет черную канарейку, а Мэри Элизабет Уинслет – охотницу. Им помогают детектив Рене Монтоя в исполнении Рози Пирес и Кассандра Кейн девочка, вызвавшая гнев черной маски, в исполнении Эллы Джей Баско. Критики почти единогласно согласились, что этот актерский состав просто убийственный. Кортни Ховард из Fresh Fiction написала в Твиттере, «Восхитительно дьявольски и чертовски безумно. Этот непочтительный, нарушающий правила бунт просто сносит крышу. Кэти Янь – гений. Робби, Смоллетт, Уинстед, Пирес и Баско – совершенство» Некоторые критики не согласились друг с другом, но спорили они не о том, хороший актерский состав или плохой, а о том, кто из них был круче. Энджи Хан из Мэшебл написала в Твиттере, что Охотница Уинстед, очевидно, самый ценный игрок, в то время как Кристен Лопес из Фэнсайдед отдала предпочтение черной канарейке Смоллетт. – Что? – Ты очень классная. Йоланда Мачадо из The Rap тем временем отказалась выбирать сторону. Она написала в Твиттере, «В этом ансамбле важна каждая женщина. Сценарий Кристины Ходсон был живым, забавным и тем, чего я ждала от расширенной вселенной DC. Кэти Янь создала Готэм, возвращение в которой я не могу дождаться» Химия между актерами великолепна, но Хищные птицы – это фильм о супергероях, и критики также согласились с тем, что в нем был чуть ли не самый безумный экшен и самые интуитивные боевые сцены в истории кино. Да, вы правильно услышали – Янь и компания, судя по всему, создали настолько крутые драки, которых фанаты DC еще не видели в кино. И если вы считаете, что мы преувеличиваем, то вот слова Рози Найт из IGN. Она написала, «Черт, хищные птицы доставляют! Это блестящая экшен-комедия с лучшей хореографией боевых сцен, которую я когда-либо видела в фильме о супергероях. И этому фильму теперь принадлежит моя любимая отсылка на комиксы» Её коллега Лора Прадом согласилась. Она написала в Твиттере, «Хищные птицы – это прорыв. У него потрясный стиль и одни из самых изобретательных, пробирающих до костей экшен-сцен в супергеройском жанре на данный момент. У меня были низкие ожидания на фильм, но я была приятно удивлена тем, как много получила. Они не изобретают заново велосипед. Они делают его стильным» Джил Пантотси из IO9 назвала боевые сцены феноменальными, а Шон О'Коннелл из CinemaBlend согласился, признав, «Хищных птиц надо посмотреть как минимум ради экшена и ради драки в развлекательном центре» Трейлеры к Хищным птицам давали все основания полагать, что МакГрегор превосходно сыграет Черную маску, и мы рады сообщить, что так оно и есть. – Для всего твоего звука и блеста, ты просто... На самом деле, можно даже зайти дальше и сказать, что ранние отзывы указывают на то, что мы увидим лучшего кинозлодея всей расширенной вселенной DC на сегодняшний день. Гриффин Шиллер из плейлист написал в Твиттере, «Не могу насмотреться на Черную маску МакГрегора. Он истеричный, эксцентричный и восхитительно пафосный. Отличное времяпрепровождение» Брэндон Дэвис из Comic Book назвал выступление МакГрегора зловещим и смешным, а ветеран-кинокритик Кэти Уолш просто написала в Твиттере, «Предлагаю на рассмотрение – Йоэн МакГрегор на лучшую мужскую роль второго плана» Однако у МакГрегора была небольшая конкуренция с Крисом Миссиной, который сыграл психопатичного напарника Черной маски Виктора Засса. Энджи Хан написала в Твиттере, «Я бы хотела провозгласить имена людей, ответственных за костюм, грим и прическу, да и за весь образ Криса Миссины, потому что вау, да, спасибо» Конечно, некоторые рецензенты указали и на некоторые недостатки фильма. Они посчитали, что фильм бы лучше сработал, если бы был сольником Харли Квинн. У других были незначительные проблемы с темпом или сюжетом. Например, Жермен Люсье из IO9 написал в Твиттере, «Хищные птицы отличны. Непредсказуемая структура двигает первую половину, а экшен усиливает всё остальное. Робби великолепна, как и МакГрегор. Он круче, чем ожидалось, но основная история может затеряться в сложных поворотах, но она скорее работает, чем нет» Да, это в значительной степени самая отрицательная оценка фильма. Что ж, неплохо. В целом, его называют одним из лучших фильмов DC, во многом благодаря Янь и Ходсону, которые, похоже, создали нечто довольно особенное. Расширенная вселенная DC получила довольно бурное начало, но, похоже, франшиза наконец-то набрала обороты благодаря более уникальным фильмам типа Аквамена и Шазама и сделала упор на твердые, автономные фильмы, сделанные одаренными, преданными кинематографистами. И это окупается – многие критики зашли настолько далеко, что поставили птиц почти на самый верх расширенной вселенной DC. Майк Ружо из GameSpot написал в Твиттере, «Я рад сообщить, что Хищные птицы – мой любимый современный фильм DC. Как и Шазам, он прокладывает свой собственный путь с совершенно уникальной эстетикой, действием и тоном. Марго, Юэн и все остальные на 100% потрясающие» Элисон Форман из Meshable назвала фильм, цитата, «на лигу лучше, чем Отряд самоубийц» и высказала мнение, что это в значительной степени потому, что мы получили редкий взгляд на богатую внутреннюю жизнь женского суперзлодея, как и было обещано трейлером. Обсуждая фильм, Бен Рольф подвел консенсус одним постом. Он написал, «Хищные птицы – это стильная, фантастическая поездка. Марга Робби в отличной форме. Харли никогда не была более причудливой и привлекательной. Хорошо сделанная, снятая в красивых цветах, и в целом отличная часть грандиозного развлечения. Макгрегор лучший. Нам нужно больше хищных птиц. Это здорово» Так вот, если подвести итоги, то самое время с нетерпением начинать ждать возможности сходить в кино. «Хищные птицы – потрясающая история Харли Квинн» уже на экранах. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!